Russian Startup Tour 2014 расширяет географию. 8 тысяч участников в 27 российских городах за 100 дней. Сегодня рот-шоу остановилось в Чебоксарах. Авторов лучших проектов пригласят участвовать в конкурсных программах, минуя отборочный этап и рекомендуют для встречи с бизнес-ангелами и венчурными фондами. Надеюсь, что сегодня мероприятие позволит не просто найти новые интересные идеи и перспективные проекты, соединить между собой авторов и заказчиков наукотехнологий, подтолкнуть стартапы к новым виткам развития. Мы готовы воспринимать все новое, мы гордимся своей молодежью, предприятиями, которые доказали свою перспективность. Новые контакты, новые возможности, новые знания. Для этого в национальной библиотеке собрались молодые люди, которые хотят рассказать о своих проектах и представить их на суд экспертов, среди которых представители фонда «Сколково». Ждут проектов, в которых мы можем увидеть потенциал. Если есть хорошая идея, если есть люди, остальное в принципе можно доразвить, дописать, подготовить бизнес-план и каким-то образом сделать маркетинговые исследования, решить с планом охраны интеллектуальной собственности и так далее. Таким образом мы ждем проекты с коммерческим потенциалом. Найти перспективные инновационные решения, которые востребованы на рынке высоких технологий, помочь молодым разработчикам в реализации проектов, создать в регионах предпринимательское сообщество. Это и есть задача стартап-тура. Крестный отец этого тура, Пека Вилья Кайнен, основал свое дело, когда ему было всего 13 лет. Сегодня он входит в рейтинг самых успешных бизнесменов Европы. Когда в России родители будут советовать своим детям открыть собственный бизнес, вместо работы в госкомпаниях и органах власти, тогда страна совершит прорыв в построении нового экономического будущего, считает господин Пека. Стартап-сообщество не может быть организовано местными властями. Власть может лишь помочь. Основная сила находится за молодыми и талантливыми людьми. Марк Шмулевич курирует айти-отрасль и считает, что в России она распределена очень неравномерно. Более 80% айти-компаний приходится на 5 городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Екатеринбург. До 2020 года ситуация должна измениться. Еще 10 региональных центров могут стать айти-столицами. Большое количество молодых людей в зале уже знак того, что они хотят заниматься инновациями, подчеркнул заместитель министра. Ваш регион, безусловно, один из тех, от которых мы будем ждать прорывов намного большего количества молодежи, которая занимается инновациями не только IT, технологическими вещами, технологическим предпринимательством. Особенно с учетом того, как сказал глава правительства, того, какие инициативы действительно уже реализуются. Были упомянуты и робототехника, и биотехнология. Это все очень важные вещи. Они все входят в приоритетное направление инновационного развития. Очень здорово, что ростки и инициативы в республике есть. Среди предложенных проектов эксперты искали хорошие идеи, которые действительно могут стать бизнесом. Мы просто находим перспективные толковые проекты, которые в ближайшее время, при помощи тех институтов развития, которые задумали это мероприятие, будут доведены до ума. Было два достаточно интересных проекта, оба связанные с IT. Один направлен на оптимизацию затрат в предприятии на оплату электроэнергии. Второй связан вообще с проектом массового рынка, программа автоматизированная, которая позволяет любому простому человеку верифицировать, то есть сверить те данные, которые вам дают люди, которые проектируют ваш дом. То есть технологии, стоимости и все остальное. Успел созвониться с коллегами, с тем потенциальным проектом, которым это в принципе может быть интересно. Там уже пошло какое-то бурление, которое может или кончиться, или не кончиться. Кстати, ведь это тоже один из возможных результатов сегодняшнего дня.